Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском горсовете инициировала обращение к правоохранителям с требованием проверить соблюдение норм пожарной безопасности в другом корпусе экономического колледжа. Именно туда из сгоревшего здания перевели большую часть студентов и сотрудников. При этом, по словам учащихся, условия там не лучше, чем на Троицкой. Лидер Украинской морской партии, поченогражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов предлагал и предлагает студентам и преподавателям продолжить обучение и работу в стенах Международного гуманитарного университета и Одесской юрокадемии. Сегодня в СМИ появилась информация, что руководством области принято решение о переводе студентов колледжа экономики, право и гостинично-ресторанного бизнеса в Одесский национальный экономический университет. Однако данная информация не соответствует действительности, так как решение о переводе студентов принималось не областной властью, а Министерством образования и науки Украины. Студенты этого колледжа будут обучаться в Одесском финансово-экономическом колледже Киевского национального торгово-экономического университета. Мы же, в свою очередь, с первых минут трагедии постарались протянуть руку помощи и максимально поддержать всех пострадавших вследствие пожара на Троицкой. Сделать все, что в наших силах, чтобы учебный процесс не был нарушен, а студенты продолжили учебу в нормальных условиях. Международный гуманитарный университет и Национальный университет Одесская юридическая академия по-прежнему открыты для всех, кто изъявит желание здесь учиться и работать. При этом условия обучения и работы будут сохранены. Сергей Кивалов готов предоставить абсолютно бесплатно, абсолютно просто забрать, подставить плечо помощи в этой ситуации. Поэтому, если кто-то из студентов, из абитуриентов хочет продолжить обучение на той же специальности, по той же форме обучения, но уже заниматься в комфортных и безопасных условиях. Напомню, ранее на экстренном совещании с мэром города Сергей Кивалов заявил о готовности помочь. Лицензионный объем вузов позволяет принять всех студентов и преподавателей. Лицензионный объем вузов позволяет принять всех студентов и преподавателей.